Представить слово издателю, Александр Переверзин, главный редактор издательства «Войны Габуш». Аня, я поздравляю тебя. Книжка, на мой взгляд, получилась замечательной. Я желаю книжке такой хорошей пост-индатистской судьбы. Она была замечена и очень дорогая. А вообще, на мой взгляд, Аня сделала какой-то очень большой шаг за последние два года. И, на мой взгляд, в моем поколении это один из самых интересных сегодня поэтов. Я не знаю, как получается. Что-то пишет, 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 а потом бац, и получается такая ядерная война. И Аня пишет действительно много. Может быть, не всегда как-то точно. Но вот если взять ее лучшие стихи, просто прекрасные стихи. И спасибо тебе большое за то, что ты любишь эту книжку «Войны Габуш». Спасибо. У меня еще вторая часть. Часть вторая. Я просто думала из книжки через одно, и ему договорюсь, что я пишу. Но я тут читаю новую. Вы не против? Ой, докажа. Чуть-чуть. Но я лучить вас долго не буду. Это, по-моему, не по-моему, все новые тексты, которые, как Саша говорит, действительно много каких-то потом отсеивается, уходит в бусорную корзину. Ну, возможно, что-то уйдет, что-то может останется, но в тумане умножено мгой заводской. Разбросаны домики меж тополей. На тихом плато, обведенном рекой, лежит городишко в ладонях полей. Пучки новостроек торчат из пляшин, заметен железнодорожный перрон. Шумы затекающих в город машин сливаются с криками местных ворот. А здесь, на окраине, можно вдвоем от жизни укрыться, костер развести, согреться, мерка, незнакомого среть. А можно вина пригубить, а потом дороги свернуть, чтобы в церковь войти, собраться на пол, чтоб на реку смотреть. Открыт прудмах, грохочут двери. Здесь, как всегда, полураздетый алкаш по имени Валерий с утра стреляет сигареты. По жидкой либовой аллейке несутся местные спортсмены. Простые бабы на скамейке, усевшись, курят после смены, пускают дым осиротелы. И я парю в его составе, я к своему привыкло телу. Оно не давит, не разрывается на части. Учет шум кленовой проны, не спасут меня от счастья ни магазины, ни вороны. Шевернешь рукой, полетят дрозды, и листепь качнет веткой резиды, осыпая свои плоды. Сквозь святые корни глядишь вокруг и ревешь, как стой кряных белух от объятий полынных рук. Я была водой, я была тверда, мне сквозь травы светит моя звезда, и кричат камышницы иногда. Шевернешь рукой, заиграет ток, я речная влага, кревестный сок, и мой голос звучит высок. Я была такой, я была другой, а теперь мне сердце сверлит покой. Да кого ли стоит крепостной стеной? Все вроде как прежде, но что-то не так. Я вижу в кастрюле сгущается мрак, чернеют края, закипает вода, а в центре системы блистает звезда. Забиты парсейки, свекольной ботвой, петрушка вращается по часовой. Сметана рисует спирали во мгле, в мгле вращаясь по кругу, подобно юле. Семья остается, сегодня в вещей, зато я постигну природных вещей. За это я мучаюсь в черной дыре, за этот жардан горел на костре. Над районом катнула отмычка, эта ночь крадется, как бандит. Что за неприятная привычка каждый вечер снова приходить? Божий свет ворует, убивает, а к утру становится бела. Я-то знаю, ночи не бывает, эта тень на здание легла. Звезды запрокидывают лица и поют неведомо о ком. И не знаешь, то ли удивиться, то ли выпить чаю с молоком. Пожалей ты нас, умалишенных тех, о ком печалится луна, Для кого в карманах за оконных тьма на черный день припасена. Я ехала домой, уже светало вокруг машины, пенился рассвет. Столбы скакались в руе из металла, копытами, коверкая кювет. И в этой точке А, в автомобиле, я вспоминала улицу и дом, Где мы однажды сомкнутые были, а после разделенные с трудом, Где пели птицы нам о пилотаже, о темной деформации пружин. А после я уехала туда же, куда течет история машин. Рождалось солнце в облачной гордине, Шло из глубин, касаясь головой, Случайной точки Б посередине искусственной завесы дымовой. Порой бывает высказаться сложно, Но некое предание гласит. Он Люду нес безмолвно, безнадежно, Когда нам Бог часы свои носить. То свалится, как будто подкосила, То ринется, как будто дали сил. Он Люду нес, куда она просила, И ничего за это не просил. Он с этой Людой, самой первой встречи, Своё отождествляет бытие. Он посадил её себе на плечи, И каждый день куда-то нес её. То снегом зарастёт периферия, То гром стоит стеною на пути. Весь мир Христос, А Люда в ней Мария. И дождь прошёл, и некуда идти. И, кстати, интересная приключка получает. Я из книги читала стихотворение, Значит, про дебильную девочку, Которая выросла и рассуждает о воде. И у меня, оказывается, есть стихотворение Тоже о воде. Что, наверное, я и есть дебильная девочка. Которая выросла. Осознанные сто литровы Бушуют с собой полны. Вода — это путепровод От берега до луны. Озёра, ветра и рощи, И пьющий до дна пастух. Вода — это пляс уборщиц, И бёдер негромкий стук. Вода — это место слива, Величественный обман. Вода — это перспектива, Название ей — туман. Вода — это гонда веры, Грядущего апокан. Вода — это символ веры, Пришествие рыбака. Хоть пей, хоть на руки брызни, Хоть выдели из-за топ. Вода — это форма жизни, Апостол её — потоп. Быть невозможно по приказу, Ни веселей, ни совершенней, Но я вступила в эту фазу Интерактивных отношений. Игра в людей — пустое дело, Уподобляться скучно очень. Ты до каких таких пределов? Простишь меня, как тамогучий. Путля в столе подобен раю, Но ты становишься взрослее, Ты вспоминаешь — я играю, Ты позабудешь — я болею. Носи меня с собой в пенары, Почаще жми на нервы клавиши, Я молитвой просигнаю, Когда в углу меня оставишь. Это муж мой, Тысячу лет меня лямкой жалеет, Надевает железный браслет И ведёт батареи. Это снова какой-нибудь он Восседает на муре. Он устал, он ведёт легион Электрических стульев. Бородач, воскрешённый старик, Басурман горбоносый, Я жена твоя, вот мой парик, Оторви мои косы. Это сон о прохладе ручья Тишину обнажает, Потому что я ночью ничья, Не твоя, не чужая. Вот за стеклом азот и никель, А вот предсказывая лето, В окно, как щупается, проникла, Заката розовая лента. Вот машет слабенькой секирой Очередной какой-то ниндзя. Я не пойду сражаться с миром, Уж лучше пусть меня унизят, Уж лучше пусть меня забудут. В ночном трамвае на сиденье Я уподобилась сосуду Из городского сновидения. Я снюсь себе, я мирный атом, Лишь сожалею, что они и тремя, Но они связаны с пуантом, Устают и белые балерины. Да и кому какое дело, Что я сен день, и эти хрупки. Вот электричка загудела, Как время свернуто в трубку. Слоняясь по жизни, По тесным квартирам, Таская грешки в багаже, Себя, как предмет наблюдений, За миром рассматривать скучно уже. А дождь интересно рассматривать. Выйдешь, бывает, и смотришь на дождь. Туда, где водою содеянный, Кипишь, не выстелишь, не зачерпнешь. Забыться бы напрочь, Предаться бы лень, Все листики перелистать, Зарыться бы носом, В охапку сирене И розовым воздухом встать. То ли дождь отыграл, То ли улицы, смазаны воском, Бьется волнами космос, А скользкие крыши подольска, И морская звезда Своим светом манит журавлиным, Пролетает комета, Туманная, как Афалина, Но у Карла Кораллы Украла небесная Клара, Если сердце в груди Получает сигналы пульсара. Овощная палатка, Сбербанк, Магазин продуктовый, Этот новый район, Как египетский папа, Не новый, С той этажки в эфир Погрузили кирпичные жала. Я хочу рассказать, Как увидел маршрутку, Бежала, Я бежала за ней, Посвящая тебе свои ноги, Дорогая земля, Я читаю свои монологи Кукурузным початкам, Ветвям, Первоцветом трогинкам, Переходом подземным, Бигбордом, Сетям до малинка, Затупившимся иглом, Наперстком, Кубкам кашемира. Если кто-то еще Ощущает беяние мира, Кто-нибудь из бредущих Сейчас в потенистой аллее, Пусть услышит меня И поддакнет, И станет теплее. Все, спасибо, Я думаю, хватит, Тем более приехал фуршет, Так что я думаю, Пора переходить В информальное общение. Спасибо.